МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте в этом выпуске. Чужой беды не бывает. Первый гуманитарный груз, пострадавшим от наводнения в Иркутске, отправлен из Алтайского края. Вынужденная остановка. Когда Сергей Шубенков сможет вновь приступить к тренировкам? Кто такие домокуны? Потому что я знаю про них все, я их люблю. Я не знаю, это мое увлечение, хобби. И зачем зубастые игрушки поселились в машинах алтайских водителей? В Убийске сегодня взорвали офис банка. По предварительной информации правоохранителей, в 4 утра на переулке Коммунарском раздался взрыв. Неизвестный зашел в зал с банкоматами и запустил газ в основное помещение банка. На видеозаписи с камер видеонаблюдения видно, что волна была достаточно сильной. Сейчас от отделения банка остались руины. Полицейские расследуют кражу денег, пока ущерб и сумма похищенного устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. Помещение оцепили. На месте работают эксперты. Очевидцев просят связаться с полицией. Подробный репортаж на эту тему смотрите в ближайших выпусках новостей. А сегодня ночью волонтеры из Барнаула отправили фуру с вещами для жителей Иркутска. Сбор помощи в Крае шел неделю. И сегодня пострадавшим отправили 25 кубов гуманитарного груза. Напомним, сильнейшее наводнение в Иркутской области унесло жизни 23 человек. Тысячи остались без крова. Кто в Крае открылся на призыв о помощи, расскажет Ирина Корчагина. Теплая одежда, обувь, посуда, детские игрушки. Все эти пакеты и коробки уже через сутки будут в Иркутской области. Только вдуматься, 34 тысячи человек там остались без жилья, мебели, техники. Элементарно, без одежды и еды. Всю неделю жители Барнаула на Волтайской и Бийска приносили постельное белье, подушки, консервы и крупы. На сегодня коробок до 20, до 5. Самая необычная вещь, которую передали барнаулицы – свадебное платье. Возможно, кому-то пригодится и оно. А вот куртки, детские вещи, продукты питания – все это обязательно найдет своего хозяина. Кстати, фуру от Барнаула до Иркутской области оплатил алтайский предприниматель. Стоит перевозка недешево – порядка 100 тысяч рублей. Удалось нам собрать порядка 25 кубов гуманитарных грузов. В килограммах посчитать сложно, потому что здесь и постельное белье, и одежда, и продукты питания, длительного хранения, и крупы различные. То есть килограмм посчитать сложно, мы этим не занимались, потому что сам объем гуманитарных грузов, который приходил за все это время, он достаточно большой. Сегодня ночью эта фура отправилась в Иркутскую область. В городе Тулун машина будет через сутки. Если гуманитарная помощь от Алтайского края потребуется еще, волонтеры готовы устроить вторую волну сбора помощи. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. 17-летнего Барнаульца, которого ударило током во время снятия селфи, перевели в общую палату. У юноши 38% ожогов. Сейчас, по словам сотрудников Крайздрава, он идет на поправку. Прогнозы на выздоровление хорошие. Напомним, юноша ударило током 6 июля в Новоалтайске. Он с другом забрался на цистерну поезда, хотел сделать селфи и задел контактную сеть. Сейчас следователи проверяют действия подростков и тех, кто должен наблюдать за порядком на железной дороге. Ну а барьерист Сергей Шубенков вынужден проходить лечение за границей. Чувство юмора спортсмен не теряет. Свою травмированную на забеге в морок ногу он сравнил с валенком. Перед выездом на очередной турнир в Соединенные Штаты у него распухло колено под угрозой главные старты сезона чемпионат мира. С последними новостями из мира легкой атлетики Кирилл Политов. Нет-нет, не ищите его глазами. Его здесь нет. Вот даже с этого ракурса не увидите. Он улетел в Австрию, но обещал вернуться. Именно там Сергей Шубенков проходит курс реабилитации. Содор на плечо и колено. На эмоциях в этот момент Сергей даже и не понял, что произошло серьезное. Лишь в замедленном повторе можно разглядеть. При падении его извечный соперник Амар Маклиот, словно многотонный пресс, прижимает левую ногу Шубенкову. В дополнение ударяется еще и второй. Цена такой красивой победы оказалась слишком высока. Вернулся в Барнаул, отправился к медикам. Через несколько дней начались тренировки. В полную силу не получалось, мешали травмы. Впереди были два важных старта в США и в Венгрии. С тренером Сергеем Клевцовым решили лететь, а уже на месте подумать, стоит ли бежать. Ночью перед выездом в аэропорт у Шубенкова распухло колено, поднялась температура. Отменили все старты, тренировки. Вновь врачи сначала местные. Теперь уже и вовсе зарубежные. А то, что мы начали здесь делать и по лечению, помощь, конечно, главврача нашего КВФД Татьяны Викторовны Лукашиной, она неоценимая. То есть она реально находила нам тех специалистов, которые нужны. И сейчас, например, там австрийцы, они же ведь ничего не сказали того, что, предположим, там эти люди делали неправильно. Хотя, хотя, говорят все, что русскому хорошо, австрийцу смерть, но это, видно, не тот случай. Это первый случай в карьере Сергея Клевцова, когда в самый разгар сезона его знаменитый подопечный получил серьезную травму. Последние новости. Шубенков вновь вернулся к тренировкам. Там, в Австрии, все с согласия и контроля Клевцова. После возвращения на родину скорректируют график подготовки. Пока есть предварительные даты забегов. Во второй части августа Париж и Бирмингем. По-прежнему главная цель 2019-го – чемпионат мира в Катаре. Обещают, самый быстрый барьерист страны еще вернется. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком. А вот бежал бы Сергей с талисманом, может быть, все и обошлось. Во всяком случае, в чудесное свойство этих зубастиков верит жительница Барнаула, которая уже несколько лет шьет игрушки-домокуны. Прототипом послужил мультперсонаж японских короткометражек. В России эти игрушки стали символом и талисманом японских автомобилей. Наша съемочная группа познакомилась с маленькими коричневыми монстрами. Вот, самих домокунов я шью уже с 2016-го года. Дом, семья, работа. Анастасия Богатая – обычный офисный работник. Вот только увлечение у нее необычное. Настя уже много лет занимается автоспортом. Сама устраивает автогонки. И когда в 2016-м году в доме девушки появилась швейная машинка, она, не раздумывая, начала создавать домокуна. Эти мультгерои являются символами японского авторынка. Я шила для себя сначала, и потом просто у меня увидели автолюбители, автоспортсмены, в тех кругах, в которых я, так скажем, нахожусь, ворюсь, увидели эту игрушку у меня в машине и попросили тоже им изготовить. Ну и так вот пошло-поехало. Со временем муж у меня организовал такой небольшой творческий уголок, и я начала, собственно, творить, производить. Зубастый домокун похож на доминошную кость. Несмотря на то, что этот мультяшный герой не слишком популярен на российских экранах, для ценителей японских автомобилей этот зверек стал неотъемлемым атрибутом тюнинга. Для меня домокун – это, знаете, в домах есть домовые, которые охраняют дом, и покой хозяев. Для меня домокун – это тот же домовой, только в машине, которая живет. То есть он находится постоянно в машине. Желающих приобрести зубастую игрушку много. Анастасия сшила уже 320 штук. Все они разъехались по стране. Самый известный домокун живет в Краснодаре. Он герой местных автовыставок из-за своих больших размеров. Настя говорит, в пору бы начать массовое производство. Вот только времени не всегда хватает. К тому же для девушки это в первую очередь любимое занятие, а не заработок. Бросать свои увлечения и не намерена. Настя начала шить нового зверька для местного автоклуба. Потому что я знаю про них все, я их люблю. Я не знаю, это мое увлечение, хобби. Я надеюсь на всю мою жизнь. Дарья Демиллер, Антон Васильев, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, авторов интересных проектов на Алтае ждут. Завершается первый этап федерального конкурса «Кадры будущего для региона». Это масштабный профориентированный проект для школьников и студентов, которые в перспективе войдут в стратегический резерв кадров региона. Алтай участвует в конкурсе впервые. Пройдет он в Барнауле, Бийске и Заринске. Предприятия трех городов разработали проекты, которые были бы интересны их клиентам. А реализовывать проекты будут школьники и студенты. Наставниками молодежи выступят директора производств. Мы пошли по классике действительно проекта, когда у него есть заказчик. Реально потребность в каком-то продукте, услуге. Архитектурный проект парковой зоны отдыха в ленточном бару. Или есть проект разработки и пошива школьной модной формы. И мы очень надеемся, что дети наконец-то придумают действительно такую форму, в которой будет интересно. Реализацию проектов дан год. Работы будет много. Молодежь принимает 25 предприятий края. Весь список проектов можно посмотреть на сайте, который сейчас указан на экране. И, кстати, там же отправить заявку. Видеопрезентацию с объяснением, почему именно вы должны участвовать в конкурсе. Добавлю, что сделать это могут школьники от 14 лет и студенты. Идут последние дни приема работ. Через пару секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Эвалар. Все новости к этому часу. До встречи в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова